Приветствую, дорогие зрители, на моём видеоканале Людмила Цыганкова. Продолжаем разговоры о жизни. Сегодня я хочу представить такой аспект, такую точку зрения на жизнь, который был разработан древними мудрецами и, прежде всего, индийскими философами. Мне такая точка зрения очень нравится, я акцептирую её. Правда, применяю и добавляю что-то своё. Итак, жизнь – это творческий процесс, непрерывный творческий процесс. Говорят, что мы созданы по образу и подобию Бога. А Бог – творец, Он творит. Значит, мы тоже творцы. Значит, мы творцы своей жизни. Ну и каков же процесс творения? На чём он основывается? Ну, прежде всего, он идёт через наши намерения. Осуществляется благодаря нашему вниманию. Когда мы принимаем решение что-то сделать, то приводится в движение вся Вселенная. А Вселенная, и этот аспект мне очень нравится, нам помогает. Ну, говорят, нужно придерживаться одного решения, одной цели. Нужно концентрировать внимание, пока мессияж не воплотится, не реализуется. И всё время концентрируясь в своём внимании, сосредотачиваясь на одной цели. Здесь я немножко не соглашусь с этим, потому что, может быть, в соответствии со своим характером, я по знаку зодиака, весы и нумерологическая пятёрка, которая всё и везде, я если вижу, что на дороге решения какой-то цели, вижу очень много преград, очень много слепых заулков, то я на время отступаю от этой цели, останавливаясь, оставляю её дозреть, а сама занимаюсь другими вещами, другими целями. Хотя, говорят, нужно всё своё внимание, всё сосредоточить на решении этой цели. Ну, возможно, как для кого. И ещё, что очень мне нравится, в чём же самый главный секрет жизни, такой простой, чтобы человек комфортно чувствовал на этой земле? Это в наблюдении. То есть нам нужно научиться просто наблюдать, ничего не оценивая. И чем? Мы скорее осознаем, что всё, что в жизни не делается, всё оно совершенно и делается для нашего добра. И мы тогда побыстрее наберём наш хороший опыт, будем более спокойные и более счастливые. Нам нужно также научиться быть благодарными. ко всему, что с нами происходит. Это очень-очень веская сила, сила благодарности. Об этом мы будем говорить в других фильмах. Принимать. Всё принимать. Например, не нужно противиться злу, если даже какое-то зло имеет. Потому что когда мы начинаем проявлять сопротивление, то с той стороны, со стороны зла будет упорство. Нам нужно принять в душе, в себе, при медитации. А почему получилась такая неприятная ситуация? А почему получилось это зло? В чём моя вина? И я принимаю, принимаю, чтобы изменить. И окружаю любовью. И посмотрите, правда, эта ситуация начнёт положительно развязываться. Радуйтесь. Научитесь радоваться в жизни. Даже принимая какие-то проблемы, если они возникли, то вы с какой-то такой искоркой радости принимаете. С таким, а что же это будет? Для чего мне дано вот это вот развязывание решения этой проблемы? Что оно мне даст? Чему оно мне научит? И вам будет легче решить эту проблему. Жизнь – это чудо само по себе. И Бог говорит, «Я никогда не посылал к тебе ничего, кроме ангела. Я тебе ничего не давал, кроме чуда». Так что, дорогие зрители, постарайтесь изменить свою точку зрения на этот мир, на свою окружающую ситуацию, на своих родных, близких. Поймите, в чём состоит цель жизни. Как для меня, например, самое главное – научиться наблюдать. Наблюдать, не оценивая. Всего хорошего. Успехов. До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова